МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Студия новостей Ольга Ряминин. Сегодня в нашей программе. Мы ждем года к нам приедут, так давайте заниматься. Глава Карелии посоветовала еще до приезда переселенцев в республику и выяснять, специалисты каких профессий будут востребованы в регионе. Система будет доступна с 9 утра 31 января. Соответственно, те граждане, кто будут подавать заявление через портал, то есть самостоятельно у себя дома, они окажутся в выигрышной ситуации. В 11 школ Петрозаводска можно будет записать ребенка в первый класс через интернет. Говорящие мусорные контейнеры про глотики появились в нескольких детских садах Петрозаводска. Более 3700 наших соотечественников переехали жить и работать в Карелию за последние 4 года по программе оказания содействия добровольному переселению. При этом только за последний год в нашей республике статус переселенца получили 1410 человек. На особом учете у правительства беженцы из Украины. Что уже сделала Карелия для переселенцев и что еще предстоит сделать, обсуждали сегодня на заседании правительства. Анна Яровая расскажет подробнее. Почти 1200 жителей Украины в прошлом году переехали жить и работать в нашу республику по программе переселения соотечественников. Из них практически абсолютное большинство, 97% квалифицированные работники. Треть из них имеет высшее образование. 511 человек уже нашли работу. Однако, по словам министра труда и занятости Карелии Ивана Скрынникова, не всегда предложенная работа соответствует заявленным требованиям переселенцев. Мы вынуждены были предлагать иную работу, часто неинтересную и непривлекательную. Сейчас при доработке программы будем предусматривать возможность профессионального обучения или переподготовки соотечественникам по востребованным нашим профессиям или под те требования, которые существуют у нас в Российской Федерации. В вопросе трудоустройства глава Карелии посоветовал министру изучить опыт Ленобласти. Там еще перед приездом иностранцев выясняли, специалисты каких профессий будут востребованы в регионе. Сегодня у нас под большой угрозой функционирование больницы и медицинского центра в Беломорске, потому что нет врачей узкой специализации. А мы с вами поехали туда, как Ленинградская область. Они прямо там отбирали, там прямо вербовали, открытым текстом. Мы-то этим с вами не занимаемся, мы ждем когда-то к нам приедут, так давайте заниматься. Согласен, Александр Петрович, мы вот в мероприятиях программы будем акцентировать. Да не акцентировать, а работать надо, Иван Семенович. Работать надо, ноги в руки и работать. И не по понуждению главы, это вы должны были ко мне прийти и сказать. Александр Петрович, у вас есть такая идея, можно съездить. Я бы двумя руками с этим согласился и можно было бы все лето этим заниматься. На высказанное главой замечание Минздрав ответил, что с частью иностранцев им удалось договориться о будущем трудоустройстве заранее. 21 переселенец в минувшем году нашел работу в республиканских медучреждениях. При этом Ирван Хидишан назвал и проблемы, существующие при трудоустройстве специалистов из-за рубежа в России. Главное, это сроки оформления необходимых документов. То, что несколько оттягивает вопрос трудоустройства, это оформление допуска к медицинской деятельности, то есть получение соответствующего сертификата. Тоже длительные сроки рассмотрения и, к сожалению, рассматриваются данные документы в федеральном Росздравнадзоре. И было бы целесообразно предоставить такое право, может быть, рассматривать территориальным органам Росздравнадзора для упрощения для переселенцев самой процедуры и сокращения самих сроков рассмотрения. Еще одна актуальная проблема – жилье для переселенцев. Большинству перебравшихся в Карелию граждан приходится снимать квартиры или жить у родственников. Чтобы решить этот вопрос, республике необходимо внести изменения в программу по переселению. В целом, по официальным данным, за все время лишь 19 человек вышли из программы оказания содействия добровольному переселению и покинули Карелию. Александр Худиланин поручил коллегам выяснять, что не устраивает людей, и свести число таких случаев до минимума. В общем же, в минувшем году все ведомства республики сработали четко и без проволочек, и при размещении людей, и при оформлении необходимых документов, устройстве детей в детские сады и школы. Фонд развития моногородов будет выделять деньги на развитие инфраструктуры российских моногородов. Цель – содействие привлечению инвестиций. Об этом перед заседанием правительства Карелии сообщил Олег Тельнов. 21 января он принял участие во Всероссийском совещании по вопросам предоставления государственной поддержки моногородам в Москве. Предположительно, в пилотных проектах будут участвовать пять муниципальных образований со всей России. От Карелии в их число попал поселок Надвоицы. В марте Карелия должна подать официальную заявку на получение финансовой поддержки из Фонда развития моногородов. Надвоицы претендует на более чем полмиллиона рублей на строительство промышленного парка. Предполагается на поселок Надвоицы заявка в объеме 514,9 миллионов рублей на строительство инфраструктуры этого промпарка. В составе проекта идет строительство сетей электроснабжения с подключением к существующей подстанции Надвоицкого алюминиевого завода, строительство новой котельной, строительство подъездных путей и внутриплощадочных сетей. Надвоицкий промышленный парк позволит создать на территории поселка новые производства и тем самым снизить зависимость от нынешнего градообразующего предприятия Надвоицкого алюминиевого завода. Якорным инвестором выступит компания «Пеносцек Норд», которая выпускает строительные материалы для малоэтажного домостроения. Олег Тельнов добавил, что в случае успешного создания промышленного парка в Надвоицах, Карелия готова предложить фонду еще четыре аналогичных проекта в других моногородах республики. 31 января в школах Петрозаводска начнется запись детей в первые классы. 11 школ карельской столицы опробуют в этом году новшество – электронную регистрацию ребенка в первый класс. Автоматизированная система ускорит процесс и избавит родителей от традиционных ночных бдений в очередях. О плюсах новой системы расскажет Алиса Агранович. Год назад в коридорах 39-й школы, особенно на подступах к кабинету директора, яблоко упасть было негде. Неудивительно, ключевая активно застраивается, детей много. В прошлом году в 39-й школе планировали открыть четыре первых класса, открыли пять. Ажиотаж был сумасшедший, рассказывает директор. Там ночью занимают очередь, да, и, в общем-то, как бы волнение не только к себе, да, но и волнение и в школе здесь, и вот этот коридор наш, он, конечно, сидят родители, да, ждут, волнуются, нервничают. Поэтому, я думаю, что вот это, переход на электронную информационную систему зачисления в первый класс, он, конечно, снимет вот это напряжение. Кроме 39-й, все прелести нововведения почувствует школа номер 2, 3, 27, 33, 36, 42, 46, 48, гимназия номер 37 и 13-й лицей. Чтобы записать ребенка в первый класс одной из этих школ, родителям нужно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг Карелии. Для регистрации нужно иметь только электронную почту. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее, сделать скан документов. Те, кто не пользуются интернетом или не имеют возможности зайти туда в нужное время, смогут записать ребенка по старинке. Прийти в школу и подать заявление. Там сотрудники внесут его в базу, и ребенок встанет в общую очередь. Система будет доступна с 9 утра 31 января. Соответственно, те граждане, кто будут подавать заявление через портал, то есть самостоятельно у себя дома, они окажутся в выигрышной ситуации, да, потому что в школе будет один сотрудник принимать заявление и регистрировать их. Образуется очередь. В администрации заверили. Система надежная, сбоя не даст. В течение зимы ее несколько раз тестировали. Для тех, кто все же переживает, что что-то пойдет не так, и его ребенок в первый класс не попадет, 26 января пройдет репетиция подачи заявок. В Петрозаводске состоялось очередное заседание общественного комитета по реализации послания президента России. На этот раз члены совета обсудили работу Петрозаводского горсовета, а именно работу депутатов со своими избирателями в округах. На заседании разгорелась бурная дискуссия об отчетности депутатов и об открытости заседаний Петросовета. Было даже предложено проводить рейтинг эффективности работы депутатов. Участие в дискуссии приняли приглашенные народные избранники. Тему продолжит Максим Смирнов. Выборы проходят активно. Сучасся в каждую дверь, обещают золотые горы. Но, к сожалению, некоторые депутаты после этого как-то исчезают из поля зрения наших избирателей. И мы встречаемся с ними в очередную предвыборную кампанию. Проблема эта понятна и, к сожалению, не нова. Председатель комитета Андрей Макаревич предложил собравшимся высказаться, как они видят механизм взаимодействия депутатов и жителей, так, чтобы работа народных избранников была прозрачной и, главное, эффективной. Один из вариантов предложил недавно избранный от микрорайона Перевалка депутат Матвеев. Именно он, кстати, был одним из инициаторов дискуссии. Он рассказал, что начал свою работу со встречи с избирателями и открыл свою общественную приемную. Она есть в электронном виде. Любой житель, как города Петрозаводска, так и моего избирательного округа может написать, не обязательно ко мне обращаться в письменном виде, может написать свое, в общем-то, пожелание или свое обращение в электронном виде прямо на сайте. Матвеев предложил всем народным избранникам внедрить такой механизм работы. Депутат Павел Сандберг заявил, что обращение жителей города можно и нужно выслушивать прямо на сессиях Горсовета и несправедливо одним в выступлении отказывать, а другим ангажированным гостям давать высказаться, сказал Сандберг, обращаясь к председателю Петросовета Олегу Фокину. На сессии Горсовета, когда приходят общественники, общественные организации, мы поднимаем вопрос, предоставлять слово или нет. Вот на мой взгляд, это вообще цинично. Мы учтем, Павел Ильич, учтем. Будем давать еще больше возможностей выступать, хоть часами. Кому-то вы предоставляете слово лично, вот вы вызываете на трибуну, а кому-то, да, кто вот вы не видите, как он, не знаете, как он будет, вы ставите вопрос на голосование, предоставлять или не предоставлять. Это называется двойные стандарты. Чтобы работа депутатов Петросовета на сессии стала открытой для жителей, Сандберг также предложил организовать трансляцию в заседании Петросовета и создать архив трансляции, как это делают в Заксобрании республики. Также депутат предложил специальным постановлением определить обязательное количество встреч избранников с избирателями. Сейчас такого регламента в Петросовете просто нет. Далее в дискуссию вступили общественники, члены комитета. Они говорили о том, что многих депутатов в избирательных округах они не видели никогда. И часто, если отчеты депутатов и есть, то большинство жителей о них ничего не знают. Еще один важный вопрос. Жители должны знать, как голосуют их избранники. Сейчас в Петросовете голосование идет простым поднятием руки. И кто за что голосовал, избирателям непонятно. К тому же такая система голосования не застрахована от ошибок в подсчетах. Надо менять систему. И вам на Петросовете было предложено, как, допустим, привести в соответствие систему голосования, чтобы избиратель знал, по каким вопросам, какое мнение будет учтено его конкретным депутатам. У вас это все в штыки воспринимается. И поэтому люди вынуждены, может быть, так настроены, не очень лояльно к депутатам. По итогам обсуждения работы депутатов, комитет рекомендовал вести обязательный ежегодный отчет перед избирателями. А в каждом округе организовать депутатские общественные приемные, чтобы в их работе участвовали и чиновники мэрии. Кроме того, общественным организациям города было предложено разработать систему рейтинговых оценок депутатов, по примеру, рейтингов депутатов Госдумы или мэров городов. Общественность свое мнение высказала, прислушивается ли к нему Петросовет. А теперь коротко о других событиях в Карелии. Объем введенного жилья в республике в 2014 году стал рекордным за последние 22 года. По оперативным данным Карелия-Стад, за январь-декабрь прошлого года в республике введено в действие 240 394 квадратных метра общей площади жилых домов, что составило 110% к аналогичному периоду 2013 года. В том числе индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построено более 71 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. Муниципальная библиотечная система получила из бюджета Петрозаводска 615 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования. Установка 12 современных компьютеров и многофункциональных устройств в городских библиотеках уже началась. Сегодня сотрудники библиотек часто оказывают горожанам содействие по поиску информации на сайтах электронных услуг и помощь в освоении компьютерной грамотности. Новая техника поможет более оперативно и качественно использовать электронные ресурсы и в работе с книжными фондами. Международные соревнования по гонкам на собаких упряжках по земле САМПа на средние и короткие дистанции стартуют завтра и будут проходить также в субботу и в воскресенье. Соревнования получили высокий статус этапа Кубка мира. Начало соревнований в 11 часов. Все основные мероприятия для зрителей и старты будут проходить на стадионе «Коммунальник». Гостей ожидают развлекательная программа, выступления творческих коллективов, розыгрыш ценных призов и катание на собаках для детей. Будут работать пункты общественного питания. Парковка сможет разместить до тысячи автомобилей. 25 января в Большом зале спортивного центра «Акватика» будут соревноваться малыши от 6 до 12 месяцев. Их задача – как можно быстрее приползти к финишу. Это будет настоящее спортивное соревнование с кубками, медалями и дипломами, профессиональными судьями и ценными призами. Каждого участника будет сопровождать группа поддержки. Золотые, серебряные и бронзовые чемпионы будут определены в трех возрастных группах в 6, 7, 8, 9 и 10, 12 месяцев. Вся информация, а также форма заявки размещается в соцсетях в группе марафона ползунков «Маленький чемпион». Дети с ними разговаривают, играют и даже обнимаются. Воспитанники четырех детских садов Петрозаводска радуются появлению новых говорящих контейнеров для макулатуры и пластика. Дети и их родители охотно несут бутылки, банки и фантики, чтобы накормить ими своих новых друзей. Что знают самые юные петрозаводчане о раздельном сборе мусора и какие имена придумали малыши мусорным бочкам, узнала Анна Яровая. Буся и Бумася. Мусорные контейнеры с такими именами живут теперь в детском саду номер 75. Эти малыши приходят сюда покормить своих новых друзей каждый день. Специально ради такой встречи копят пластиковые банки, бутылки, бумагу. Маленькие дети, дошкольники, им интересно не просто положить контейнер в бутылку, а чтобы бросить эту бутылку, допустим, или бумагу, и говорящий контейнер, он еще и говорит спасибо, приносите еще. И я очень люблю бумагу, я очень люблю там пластиковые бутылки или актимель. Вот это детям, конечно, интересно. Складываем бумагу. Проглотик, акинь, чем на демокротик. Такие говорящие проглотики, так назвали свое изобретение авторы, появились в этом детском саду не случайно. Здесь давно работают над экологическим просвещением воспитанников. Уже второй год малыши участвуют в проекте «Пластиковая птица». О раздельном сборе мусора дети знают гораздо больше многих взрослых. А почему нельзя выкидывать? Что с ними происходит, если выкинуть просто на улицу? Они их выкинут, если они могут на улице долго-долго лежать. Не разлагаются, да? То есть это плохо для природы? На стартайке. А что происходит вот с этими бутылками после того, как вы их выбрасываете в контейнер? Ну, мусор. Их отвозят на завод. На завод. На завод увозят, да. Так, и что там с ними делают? И перерабатывают их. Делают из них что-нибудь. Литки. Полезное, да? Да. С появлением проглотиков дети стали чаще приносить пустые бутылки и банки в детский сад. Если раньше рассортированный мусор отсюда забирали раз в неделю, теперь приезжать приходится два, а то и три раза. По мнению администрации города, которая и подарила такие контейнеры детскому саду, проект полностью оправдывает себя. Я думаю, что мы можем и так, как бы с низов самых маленьких наших поколений воспитывать и более взрослые поколения. Потому как обычно взрослые активно участвуют в жизни маленьких детей. И, то есть, фактически они вместе этим занимаются, принося отходы в детский сад и сдавая их раздельно. Пока усовершенствованные бочки доверили лишь четырем детским садам города. В этом году такие же разместят и в других дошкольных учреждениях. Следующий этап – охватить школы города. Так что в скором времени такие диалоги в стенах детских садов и школ станут совершенно нормальным явлением. На этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости также на сайте сампо.тв. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»